Привет зрители! Забрала я вчера с почты России маленькую посылочку с этого самого Алика. Я давно хотела одну штуку, но все думала-думала и в итоге я заказала. Может быть не совсем то, что хотела, там чего-то да не было, но в итоге я что-то как-то выбирала-выбирала и выбрала вот то, что выбрала. Да, вот здесь мой адрес с этой стороны, сейчас я тут это как-то срежу. Это для чайной церемонии или для чая, или для заваривания чая, ну кто какой-то. Вот. Я вообще хотела вот такую штуку, как бы недоситочка, воронка точнее. Изначально мне надо было щипчики, чтобы брать некоторые чаи и ложить их в заварочник. Мне бы не хватало ножички, этот чесан, по-моему, которые матью поднимать, потому что ту, которую как-то, пардон, на Олег спресс-залду заказала, мне она пришла какая-то, ну, в общем, не совсем нормальная, слегка полудохлая. А потом она совсем как-то так вот, кирдык. На этом самом, на Озоне я так увидела около 200 рублей, я что-то думала, надо, не надо, надо, не надо, думаю, больше мне как-то хотелось щипчики. Изначально мне вообще хотелось в наборчики вот так, но он либо жаба душила, либо был вроде ничего, даже на Вайберс можно было заказать, не только на Озоне, но он был, как писали, и либо из пластика, либо кривой. А тут вот всё бамбуковое, вот такое вот вороночка, щипчики. Как-нибудь могу что-нибудь на камеру продегустировать? Да, хочу сказать спасибо Наташе и Тоне за донаты. Кто знает мой номер телефона, который вилайновский, к нему теперь привязано по СПБ, не только Сбербанк, Озонбанк, но ещё и Почтобанк. Я вчера, когда вот эту получала посылку за одну спинка работника почты, соорудила себе моя карта, так называется, мир. Мир карта, Почтобанка называется моя карта. Там что-то 3 месяца покупаешь, расплачиваешься и в супермаркетах, и тебе 10% все 3 месяца капают кэшбэком. А дальше не знаю. Ой, на год случайно, наверное, штатив задела. Не совсем так супер обработано. Вот здесь вот можно посадить себе какую-нибудь заусенку или типа того. Ну, короче, это с заусенками вот это вот. Не очень хорошо отшкурено, не до конца. Я что-то забыла, для чего эта палочка. Вот эта палочка, чтобы чистить носик чайника. Вот эта палочка. Я не знаю, для чего эта палочка, я не помню. Это совочек. На самом деле, совочков у меня овер дофига. Один совочек, я помню, даже кому-то из подписчиков посылала. Мне тогда сказали, я тоже тебе ответку пришлю, до сих пор шлют, до сих пор жду. По-моему, человек меня смотрел чисто вот из-за розыгрыша. Тогда меня развели на розыгрыш. И я развелась. А тогда много разводилась на всякую ерунду. Короче, вот лопаточка, на картинке она выглядела как-то несколько иначе. У меня есть намного удобнее лопаточка. Ну, пусть будет, фикси. Может, в деревню возьмут. Вот там отдельная лопаточка. Я не помню, увозила я тогда в деревню совочек какой-нибудь или нет. Вообще, лопаточка. Я помню, даже такую уже похожую лопаточку из бамбука дарила близкому родственнику. Потому что ко мне пришли, увидели лопаточку. Знаете, как это глаза заведущее, лопа загребает. Вообще, у тебя есть. Причем я сама это как бы тратила. Никто мне это не дарил. Самим купить никак. У меня взять можно. Ну, и я подарила. Думаю, что я, добрая душа. Бамбуковая палочка. Короче, мне в идеале хотелось вот такой вот. Бывает красивая деревянная бамбуковая штучка. И мне вот это все воткнуто. Ложечку у меня есть. Ну, пусть будет типа ложечка. Вот такая вот вороночка. Потом щипчики. Носик чайника почистить. Это уже так. И вот эта вот ложечка, которая там подцепляет. А, это, наверное, палочка чай прессованный раздалбливать. Ну, я не знаю, как такой палочкой толстой можно раздалбливать. У меня есть металлический нож стальной специально для Пуэр. Когда-то давно покупала. Вот реально им удобно такой он между ножом и шилом раздалбливать этот Пуэр прессованный. А вот такой... Даже с дубу не поковыряться. Ну, придумаю ей какой-нибудь... Что-нибудь для нее придумаю. Вот так оно, наверное, должно быть. Так. Вот так. Но, к сожалению, у меня нету того, во что вот это все воткнуть. Звители, если у тебя есть что-нибудь такое лишнее, либо на примете, либо ты вот это увидел, так подумал, о, Лёле надо, подойдет для ее дегустационных видео с чаем, допустим. АСМРных шептунишечек как раз сейчас на канал грузится, не поверишь, как я рисую. Правда, всего лишь 20 минут получилось записать. Ну, как-то вот так получилось. Ну, вот АСМР, которые давно, наверное, рождались рисунком, он грузится сейчас. Так вот, если ты вдруг хочешь сделать мне приятное, можешь мне наборчик какой-нибудь такой подарить или там коробочку к нему. Или я не против наборчика полноценного, а это, допустим, у меня в деревню уедет потом. Вот такой небольшой обзор с Алиэкспресса. Там, по-моему, что-то около 300 рублей это вся дребедень вышла. Может, 296, что-то такое. Может, я не совсем нормально так сижу, у меня тут свет вообще такой. Самая обычная лампа, которую я раньше включала, когда обзоры одежды записывала, чтобы она у меня освещала. Очень мощная такая, обычная лампа такая, прищепкой. А я не выспала сегодня совершенно. И меня обломали с заявлением на перерасчет относительно отопления, чтобы у нас тогда целую неделю не было отопления. В доме никто эту проблему решать не собирался. И надо было очень сильно пинать Джилл Северис, чтобы он хоть попытался ее решить. Вот. Из-за того, что мне мало того, что сказали, так я еще и не выспалась. Но опыт хоть какой-то есть. Общалась с теми, которые никогда ничего не хотят делать и перекидывают с одной головы, с одного организации на другую организацию. А потом в итоге это не они там виноваты, что не хотели ничего делать. А жилет сам виноват, что они не хотели принимать заявку. Ну, не суть важна. Короче, вот поэтому я зеваю. Так. Ну, что, зритель? Я не знаю, может, там ссылку как-то надо дать. Я через приложение заказывала. Но если тебе надо будет вот ссылочку вот на это, может, тебе захочется, тоже такую ерунду чайную. Ну, я бы тебе не советовала, потому что, ну, смотри какое. Тут миллиметра три, наверное, вот эта вот палочка. Эта палочка, которую я не сразу распознала, не сразу в ней распознала ножичек для раздалбливания чая прессованного. Может, конечно, это еще для чего-то палочка. Из всего-то мне нужного мне надо было вот эту штучку и пинцетик. Ну, ложечка так уже в довесок. А, ну, и, может, палочку для чистки носа, ну, чайничкового носа. Изначально-то в самом приоритете щипчики вот эта штучка. И он просто самый оптимальный был по цене, ну, как бы, по доставке. Плюс оно, по-моему, дошло немножко, оно 23-го должно было прийти. А сегодня у нас 18-го, ну, вчера его получилось 17-го. Оно пришло в Сенат 19-20-го, 11-20-й. Аж на целых 6 дней быстрее. Ну, трек не отслеживался, он там пробился в Китае, аж вышел из Китая. И уже пробился, когда на почве нашей появился. Вот так. В обычном таком вот поедечке. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, как это делают некоторые зрители, например, как Наташа надняк сделала и Тонечка, то вот здесь, вот где оно тут, вот здесь будет облачко. У меня, видимо, зеркальное сейчас на планшете отображение. Смотрю на планшет и понимаю, что оно как-то... Вот здесь, короче, вот облачко. Ну, это, если что-то еще хотите, там, я, может, что-то вам обещала записать, но забыла и не записываю, дайте знать в комментах, напомните мне про это, не стесняйтесь, я просто могу забыть. Я вам всем поставлю сердечко. И хейтерам, которых тут что-то прыгают полтора землекопа, и адекватам, и мимо проходившим. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok